Вклад Уэсли как теолога Можно сказать, система теологии, которая противостоит тем основополагающим теологическим идеям, которые были в то время. Поэтому он пытался показать людям, что иногда теология сама себе противоречит. Но самое его большое теологическое достижение — это то, что можно назвать христианское совершенство. Либо же, другими словами, святость сердца и святость жизни. Он утверждал, что христианин может достичь такого в своей жизни, что будет царствовать только одна любовь Божья. Он желал, чтобы наше сердце было настолько очищено любовью Бога. Так, чтобы самое основное влияние именно эта любовь занимала в нашей жизни. Его евангельская теология, особенно его понимание христианского совершенства, идеала, также основывалось на его священной теологии. Знаете, что такое священная теология? Я хочу привести пример. Например, в католической церкви это означает крещение младенцев, также причастие, святое причастие. Можем? Брак? Брак? Это как мистерия? Нет. Это мистиками. Мистиками? Мистерия? Таинства? Нет. Как вы бы перевести это? Потому что мы имеем в русском, эти термения, как мистерия. В русском. Получается, это таинство теологии. И также нужно пройти через эти процессы. Крестить ребенка. Уметь участвовать в первом причастии. Первое причастие, затем. Еще последующее таинство, это брак. Для католиков, если вы не женитесь, не входите замуж в католической церкви, то, значит, вы вообще не замужем, не женаты. Будьте внимательны, поскольку я говорю об этих теологических концертах. Убеждениях, верованиях. То, что в жизни происходит, иногда вообще совсем противоположная вещь. И как я сказал, недостаточно только доктрины и теологии. Нужна также реальность жизни. Об этом мы говорим сейчас. У Уэсли также была теология таинств. Но его теология таинства основывалась на нашем поведении. И он продолжал настаивать на общем применении понятия благодать. И поэтому его теология таинств включала в себя молитву, чтение Писания, размышления и святое причастие. С помощью этих методов Бог преобразует верующего. И он здесь ссылается на стих Писания. Не становитесь похожими на этот мир, но преобразуетесь в вашем уме. Кажется, Билли Грэм сказал это. Билли Грэм сказал это. Билли Грэм сказал это. Билли Грэм сказал это. Преобразование должно произойти в вашей жизни, иначе обращения вообще не было. И в своей жизни Уэсли оставался в церкви Англии. И он настаивал, чтобы его движение также смогло быть в контексте англиканской церкви. Но, кроме того, кроме всего прочего, все-таки его движение становится отдельной деноминацией. И он особенным способом относился к церковной политике. И что приводит к некоторым проблемам в англиканской церкви вместе с ним. Но, к концу уже жизни Уэсли, многие англиканцы или те, кто были в англиканской церкви, сами начинали уже видеть эти принципы. И они очень их начали почитать. Принципы эти. Есть еще другие случаи, которые произошли в его молодости, которые его сформировали. Уэсли сформировали. В возрасте пяти лет Его спасли от пожара, который произошел в его доме, где он жил. Это очень сильно отпечатывалось на нем, в его памяти. И у него такая мысль после этого возникала, что он был спасен и отделен. И как в Писании есть такое выражение, сучок вырванный из огня или извлеченный из огня. И, как типично было для того времени, семьи обучали своих детей. И как только дети начинали ходить и говорить, то сразу же, в том числе и девочек, обучали. И поэтому его образование продолжилось в школе дальше. И что еще с ним произошло? Он потерял немного своей веры детской. Особенно, когда он пошел учиться в школу в Лондоне. Один биограф сказал так, что мальчик пришел в школу святым, а ушел, отвергая свои религиозные обязанности и отвергая то, что он грешник. И можно сейчас рассмотреть только первую стадию пробуждения, которая была под руководством или под началом Уэсли. Как я сказал, он возвратился из Америки в Англию. И он встретился с моровийскими братьями в тот время. Знаете, кто это, моровийские братья? Их движение началось в Германии, моровских братьев. Впервые встретился он с ними, когда только ехал в Америку. И в какой-то момент корабль их попал в шторм. И поломалась мачта корабля. Он говорит, в то время, как англичане паниковали, моравские братья спокойно себе пели гимны и молились. То есть, это доказывало, что у них была внутренняя сила, той, которой не хватало у Уэсли. И это была искра для Уэсли, которая зажгла его поиски в его христианской жизни. И хотя в жизни Уэсли это понимание оправдания, и также уверенности в спасении. Он никогда не переставал проповедовать важность веры для спасения. И также необходимость свидетельства Духа Божьего в том, что кто-то является ребенком Божьим. В 1738 году Хернхудт в Германию он едет. Там находился главный центр, штаб-квартира моравских братьев. И как упоминали мы раньше, наверное, это было только начало настоящих перемен для Уэсли. И именно тогда он начинает свои путешествия и проповеди во время этих путешествий. А также начал эти малые группы, маленькие сообщества в разных местах. Продолжение следует... Продолжение следует... И по мере того, как его организация росла, Как я сказал, что они начали, они были, были как деноминация такая. И начала увеличиваться разница в стиле проведения собраний в их движении и в Англиканской Церкви. Поэтому у него возникают личные проблемы из-за этого. Так как он хотел оставаться внутри Англиканской Церкви. Но в конечном итоге нужно было отделиться. Но это произошло только после смерти Уэсли. Один из тех ключей, как он мотивировал членов Церкви быть активно вовлеченными. И я думаю, что это также один из ключей к их быстрому росту. И также он верил, что каждый сам несет ответственность за то, чтобы понимать Божьи вещи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И в наши дни сохраняется все еще влияние Уэсли как учителя, особенно среди методистской Церкви. И самое большое объединение — это объединенная методистская Церковь. И что методистские Церкви по всему миру распространены. Также учения Уэсли стали основанием для движения святости. Из которого уже пятидесятничества и части харизматического движения, где их корни находятся. Призыв Уэсли к личной святости и общей святости все еще существует или существует среди христиан. То есть найдите какое-то такое место, что вы будете не от мира, а другой страны в мире. И в времена своей жизни Уэсли также основал школу, которая все еще действует, все еще работает. Я хочу спросить, есть ли какие-то вопросы, либо что-то хотите прояснить. Писание называет Лота праведником. Мне бы хотелось услышать ваше мнение, что из жизни Лота я мог бы взять лично для себя или любой христианин в качестве какой-то черты характера для подражания. Мы не будем дать большую информацию из Писания. И, как мы знаем, сказано, он племянник Авраама был. И, наверное, единственная ссылка, которую мы можем увидеть, это история Содома и Гоморры. Как мы знаем, Авраам умолял ангелов так, чтобы те, возможно, кто праведник в этом городе, не должны были умирать. И, если мы дальше историю будем прослеживать, мы понимаем, что даже если Лот жил в Содоме и Гоморре, и даже если его доверие Богу и надежда на Бога, может, немножко как-то уменьшилось, все равно создается такое ощущение, что все-таки он сохранил некоторую святость, некоторую праведность. Потому что, когда ангелы приходят, они пошли в дом Лота, и он принимает их и защищает их. Ну, конечно, то, как он защищает ангелов, тоже подается вопросу. Так как пришли мужчины того города и требовали вывести этих гостей, так, чтобы мы переспали с ними. Поэтому мы видим, что хомосексуализм практиковался. И вместо этого Лот говорит, ну, берите моих дочерей. Не знаю, я бы как отец сделал бы такое. Так что уже ангелы берут в свои руки и защищают уже их сами. И если мы ищем чего-то, что можем взять как пример от Лота, то, наверное, только одно, что я могу вспомнить, то, что он пожелал защитить тех, которые пришли под его покров в его дом. И даже вот, что он говорит в Писании, это Генезис. Субтитры сделал DimaTorzok Девятнадцатая глава Бытие Девятнадцатая глава Бытие Девятнадцатая глава Бытие Девятнадцатая глава Бытие с 1 по 12 стихи. Пришли два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, встал, чтобы встретить их и поклонился лицом до земли. И он говорит, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, ночуйте, умойте ноги ваши, встанете по утру, пойдете в путь свой». Они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». Он же их упрашивал сильно, они пошли к нему, пришли в дом, он сделал угощение, спек пресные хлебы, и они ели. То есть, очевидно, что Лот знал, в каком еще городе он проживает, так что он приглашает их, не оставайтесь на улице. Они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». Лот знал, где он находится, и поэтому упрашивал их. И продолжал упрашивать их, чтобы они вошли в дом. С одной стороны, можно сказать, это доброе дело. Интересно, что четвертый стих в оригинале, вы видите, там звучит, «Они не могли спать, как городские мужчины, ну, садамляне, от молодого до старого». И говорят, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». И Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь. И сказал, «Пожалуйста, не делайте этого зла». Затем он предлагает им своих дочерей, конечно, тоже поддается сомнению, вопросу. Потом мы видим, что их это не удовлетворяет. И они пытаются прорваться в дом. Им на тот момент уже начинают действовать ангелы. Так что ангелы открыли дверь, вели Лота в дом, заперли дверь, а людей поразили слепотою. Затем спрашивают у Лота, «Ну, у тебя кто-то есть здесь еще? Взять, сыновья, дочери, кто бы у тебя ни был в этом городе». Затем Лот идет, хочет поговорить со своими взятями в 14 стихе. И он говорит им, «Давайте, вставайте, выходите, а то Бог уничтожит это место». Но затья не восприняли его серьезно, как говорится в конце. Им показалось, что он шутит. И мы видим, что Лот вообще так колеблется. Он живет в этом окружении, Лот жил в такой ситуации, которая ослабла его веру на Бога, веру в Бога, надежду на Бога. И как я раньше сказал, что реально жить в ситуации. Это из истории Ноя видно. Когда Ноя смог оставаться праведным. И, возможно, даже Лот, в основном, это его взаимоотношения... Его взаимоотношения с Богом были через Авраама, а не настолько напрямую. Хотя все равно из истории ясно видно, что Бог бы счел его праведным или же достаточно праведным для того, чтобы спасти. In sake of Abraham. For the sake of Abraham. Ради Авраама. Not because of his life, and not because of his sakes, and Lot's life, but because of Abraham was asking. It's possible to go to you. Да, вполне возможно. I think you may have to ask that on God. I can only see in Scripture that in some way God did regard him still as righteous. Бог считал его праведным. And it's not my... It's not my place to judge in this case. I can only understand what God has allowed to be written in his Scriptures. Только могу понять то, что Бог позволил мне читать в Писании. And there are probably many other places in Scripture which I would have questions about. И, возможно, есть другие места Писания, по которым у меня тоже вопросы есть. Также я понял, что иногда Бог видит вещи не так, как мы это видим. И, конечно же, мы не видим, мы не можем прочесть здесь всей картины, всей истории. Мы только видим, что Бог позволил открыть и что Бог делал. Я даже не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как Лот отделился от Авраама. прежде, чем он поселился в городе. Мы должны помнить, что Авраам жил в шатрах. Шатрах всю свою жизнь жил, никогда он не жил в городе. И, однако, могу предположить, что когда Лот был вместе с Авраамом, то он тоже жил в шатрах. Но затем, когда-то, в какой-то момент, решает он идти и жить в городе. Я думаю, что можно много уроков взять из истории о Лоте. Но если сможем найти что-то для подражания, то это другой вопрос. А я думаю, что Лот, он все равно отличался от того мира, где он жил. Потому что возможно оставаться верными, угождать Богу даже в развращенном мире. И если бы он грешил как все, так он и не был бы праведником. Я думаю, так. Я не могу ответить на эту вопрос, потому что я не имею достаточно информации. Он был спасен. Бог его любил, Бог его спас. Все, что это мало? Если он был, как и другие, с Адамом. Он тоже не слабо грешил с дочерью своими. Извините. Дочери виноваты. Отчего такая заинтересована нас в Лоте? Нет, не от нечего делать. Просто я думаю, не зря Бог рядом с праведником Авраамом поместил такого праведника, как Лот, для того, чтобы показать, что есть два вида праведности. И одна приводит к общению с Богом, а другая может уйти, увести от Бога. Он имеет вопросы. Он имеет ответы. Он всегда имеет ответы, но он хочет задать вопросы. Но, в любом случае, есть два разных родственных людей, как Абрахам и Лот. Абрахам был родственные, а Лот был родственным. Но они разные. Да, конечно, разные. Так же, как мы, абсолютно разные. И так же Бог и нас судит. Нас судит от меры той информации, которую Он нам дал, или у нас есть, то, чем мы владеем. Как Ишуа сказал, кому много отдано, много потребуется. Поэтому иногда, иногда лучше не знать что-то. еще какие-то вопросы? что-то, что не было достаточно ясно. Вопросы? Вопросы? No questions. Okay. Shall we take a break at this point? Yeah.